Всероссийский бойкот. Присоединяйся. Друзья, соратники, чтобы новый мировой порядок не добрался до нашей страны, надо что-то делать. Мы объявляем всероссийский бойкот всем компаниям и магазинам, которые поддерживают цифровой концлагерь, фашистские законы и репрессии по отношению к оппозиции. В основном, это компании олигархов, которые правят нашей страной. Также мы бойкотируем технологии, благодаря которым цифровой концлагерь может существовать. Ударим рублем по олигархату, пока они не начнут прислушиваться к народу России и не перестанут репрессировать оппозицию. Если каждый начнет участвовать в бойкоте, то олигархам придется платить силовым структурам из своих денег, а не из наших. Помни, что платя государству и крупным компаниям, ты оплачиваешь из своего кармана репрессии по отношению к себе и к своим детям. Разошли это видео всем друзьям, знакомым и блогерам, которых ты смотришь. Нам очень нужно участие каждого. Наши требования. 1. Отмена всех ограничений прав людей, принятых в последние два года и восстановление наших конституционных прав. Отмена принудиловки, сегрегации и дискриминации в отношении тех, кто отказался от принудиловки. 3. Любые виды выборов в стране должны стать открытыми и неанонимными, с открытой публикацией всех проголосовавших, чтобы каждый мог проверить результат выборов. 4. Полная отмена карательной психиатрии. Освобождение всех политических заключенных в стране, в том числе Шамана Габышева, Марины Мелеховой, Вадима Чельдиева, Схейгумена Сергия, Фургала и других. 6. Отмена дистанционного образования и возврат к очному образованию. 7. Отмена термометрии и систем распознавания лиц в школах. 8. Расторжение соглашения с Израилем об усыновлении российских детей-сирот. 9. Отстранение от деятельности Грефа Поповой, Мишустина, Клешаса и Крашенинникова. 10. Отмена закона о митингах и Дадинской статьи. 11. Полная остановка политических репрессий, направленных на оппозицию со стороны государства. Наш план. 1. Байкот Сбербанка и всех проектов Грефа. Греф – один из главных представителей мирового правительства в нашей стране. Если у тебя есть счет в Сбербанке, закрой свой счет или вклад в Сбербанке, сними все деньги. Плати наличными. Если необходимо, открой счет в любом другом банке, лучше всего в самом маленьком банке. Обязательно напиши заявление на отзыв персональных данных в Сбербанк после закрытия счетов. Если даже 5% населения снимет деньги со счетов, то это станет большой проблемой для банков. 2. Байкот оплаты картой. Не плати картой нигде, используй только наличку. Как только ты получил зарплату, снимай ее всю и плати только наличкой. Так ты лишишь банки комиссий за переводы и они не будут видеть твои платежи. Также, ты не будешь держать деньги на счетах и твоими средствами не будут пользоваться банки. Чем меньше денег проходит через банки, тем лучше. Закрой счет. Откажись от карточки. Игнорируй банкоматы. Забери деньги с депозита. 3. Байкот других крупных банков ВТБ. Банк России, принадлежит Ротенбергам, Газпромбанк, Альфа-банк, Почтобанк. Эти банки принадлежат главным олигархам, поэтому их тоже надо обязательно бойкотировать. 4. Откажись от кредитов. Ни в коем случае не бери больше кредита. Кредиты – важный фактор в обогащении олигархов. Не дадим ни одной копейки олигархам и банкам. 5. Байкот крупным торговым сетям и магазинам. Мало того, что они не продают еду и товары без намордника, так они еще принадлежат олигархам. Они нарушают ваше фундаментальное право на дыхание и будут главным инструментом в установлении нового мирового порядка. Власти специально банкротят мелких предпринимателей, чтобы остались только крупные компании. Не ходи в пятерочку, ленту и другие крупные магазины. Покупай в небольших магазинах или на рынке у бабушек или таких же обычных людей, как ты. Призывай всех бойкотировать крупные магазины. 6. Бойкотируй алкоголь и сигареты. Акцизы с сигарет и алкоголя – очень важный элемент обогащения государства и олигархов. Переставай курить и пить. 7. Бойкот всем цифровым платформам правительства. Никаких госуслуг, QR-кодов и прочей дребедени. Выйди из этих систем и не регистрируйся в них. 8. Максимально возможно задерживай оплату налогов, штрафов, квартиры, ЖКХ и прочих платежей. Не плати вовремя никогда, если это возможно. Если вся страна откажется платить ЖКХ и налоги, то все суды будут парализованы и система рухнет. 9. Бойкот РПЦ. Церковь давно продалась и не служит интересам людей. Она поддерживает фашистский режим и принудиловку. Более того, РПЦ забрала монастырь у Схейгумена Сергия. Бойкотируй РПЦ и не делай им пожертвований. Молись у себя в доме или в кругу друзей. Объединяйся с единомышленниками. 10. Бойкот Макдональдсу, Кока-Коле, Сникерсам и другим международным компаниям. Откажись от продукции международных компаний. Поддержи своего соседа. Вместо гамбургеров покупай пирожки в пекарнях или шаурму участников. Вместо Сникерсов закажи торт у частных пекарей. Вместо Кока-Колы выжми сок из бабушкиных яблок. Ты станешь более здоровым и не отдашь денег международной мафии. 11. Бойкот выборов и любых политических процедур текущей власти. Вот вам шанс показать этим хозяевам жизни, думающим, что они нас уже поработили, что мы живы и нас много. Мы просим всех единомышленников и сторонников раскидать призывы о бойкоте по социальным сетям. Вот вам шанс показать этим так называемым хозяевам жизни, думающим, что они нас уже поработили, что мы живы и нас много и что мы будем бороться до конца. Продолжение следует...